когда вы находитесь в тревожном состоянии, и ваш мозг очень остро воспринимает любую негативную информацию. То бишь при любом разговоре, при любом разговоре, негативном разговоре с человеком, мозг сразу, мгновенно реагирует, и буквально там за 2-3 минуты, может чуть больше, но это по моим так вот оценкам, вы становитесь как ватный, то есть у вас нету сил, вы так вот как бы обмикаете, еще такое вот мое видение, как будто сердце вот как тряпочка такая висит, кажется оно там сейчас оторвется, оно и все тебе будет, ты еле двигаешься, ты то есть получаешься такой опустошенный, ты еле добираешься до дома, и потом где-то полчаса лежишь на кровати, чтобы как-то восстановить вот эти свои силы, которые там буквально за минуты покинули тебя, ты такой никакой, вот. И у меня стала задача, что делать в этой ситуации, чтобы не воспринимать негативную информацию. Да, вы сейчас скажете, многие скажут, ну там уйти от этого, как бы развернуться, уйти, но, но не каждый человек это сможет сделать, на примере вызвал начальник человека к себе как бы на ковер, и вот он ему нелестные слова высказывает там по разному поводу, и человек воспринимает эту информацию, вот, и она на него действует. И вот у меня стояла эта задача, найти ответ, а что делать вот в этих ситуациях, на каком-то этапе я с ней сталкиваюсь, вот. И я начал штудировать интернет, я также интересовался, вот, ну, сам служил их, в 90-х там в подвалах занимались, поэтому сам интересовался разными рукопашными боями и так далее, вот. И на просторах Ютуба я нашел, вот, не знаю, как его зовут, пусть он меня извинит, но фамилия Лавров, это в России человек, который подготавливал спецподразделения группы ГРУ при войне в Афганистане, то есть диверсионные группы. И вот, когда он их готовил, у него тоже стала задача, он заинтересовался, вот, в момент рукопашного он все это знал, а как работает мозг, как человека научить стрессоустойчивости. И он полетел в Москву, на тот момент в СССР была такая Татьяна Бехтерева, это одна из очень умных, ну, специалистов, профессоров по изучению человеческого мозга, устройства его, процессов, которые там происходят, и химических и там, и так далее. Вот, и проконсультировавшись у нее, он, применяя техники понимания, как работает человеческий мозг, он стал применять это в подготовках своих групп. И один из учеников, я наткнулся, вот, стал рассказывать, как смотреть, но не видеть, слушать, но не слышать. Вот. И он стал объяснять, вот, например, перед вами человек, который начинает что-то для вас негативное как бы рассказывать. И ваш мозг в тревожном состоянии, он очень остро это воспринимает. Чтобы не воспринимать информацию полностью на 100%, чтобы ваш мозг не воспринимал информацию, а информацию мы воспринимаем через наши глаза, через зрение, мозг воспринимает информацию, и через слух. Вот. Смотрите человеку вдоль человека, как бы, туда, за него, что находится у человека за спиной. То есть, смещается фокус внимания с его лица, передвигается в сторону, и вот туда смотрите. Как бы рассматривая, что вот там у него за спиной. То есть, отвлечь мозг от наблюдения, слушания его слов, и сфокусироваться вдоль его, что находится за ним. И тогда ваше восприятие этой негативной информации, то есть, восприятие мозга, оно понизится. Оно понизится. То есть, даже там, наверное, наполовину не будет такого острого восприятия вот этой информации. И вот я в дальнейшем начал применять вот, как из вариантов, вот этот вариант из подготовки вот этих групп Лаврова. Вот этот прием при негативных таких стрессовых ситуациях, когда вот разговорные вот эти стрессовые ситуации. Да, ты как бы пытаешься выдержать эту тревогу, ну, вот этот прием, он помогает не так остро, пока еще ваш мозг не окреп, как бы, вот стрессоустойчивость. Он еще уязвим, и все это отдается в теле. То есть, вот этот прием, он помогает при моменте выхода вот с этого тревожного состояния, применяя его, ты не так воспринимаешь вот эту негативную информацию. Все, спасибо за внимание. Вот у нас тоже сегодня такой лес зимний. Сейчас я вам покажу. И на этом, вот, видите, тоже вот елочки, сосеночки. Зима еще у нас никак не отступит, как бы, еще сопротивляется. Не хочет уходить еще пока. Но уже скоро будет весна. Вот. Ну, все, спасибо за то, что меня смотрите. Делюсь с вами то, чему учился, то, чего умею, то, чего осознал. Вот, как бы, пытаюсь вам тоже помочь. Все, спасибо за внимание. До следующего ролика. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok